Сегодня прошла очередная социальная ярмарка. Горожане могли купить свежие продукты, мясо, рыбу, овощи, яйца по ценам ниже рыночных. В этот раз организаторы добавили сразу две новые площадки в районе Дома обороны и у торгового центра «Вояж». Всего работало шесть точек. Светлана Зорина о ходе ярмарки. С самого утра на Доме обороны ажиотаж. Улицу бакинских комиссаров перекрыли специально для проведения ярмарки. Ой, прекрасно. Я скажу, что участвуют в торговле, в наши жители, в нашей торговле ярмарки очень активно. А продать не могу уже? Ой, я даже не оглядывалась. Некогда. Местные жители долго ждали открытия ярмарки в этой части города. Неоднократно обращались в администрацию. Их услышали. Скажите, а вы в районе Дома обороны живете? Да. То есть вам получается удобно, что здесь? Удобно, очень удобно. Мы довольны, что открыли здесь ярмарку. Яйца купили. Масло сейчас купим. Более-менее терпимый. И цены, и ассортимент. Все есть. С этой ярмарки с пустыми руками никто не уходит. Организаторы обещали, что цены на продукты будут от производителя. И не подвели. Так, упаковка яиц 30 штук стоит 144 рубля, а килограмм картофеля 22. Свинину и говядину продавали не дороже 250 рублей. Курятину за 125. На социальных ярмарках цену не накручивают за комфорт. Поэтому приходится постоять в очереди. Говорите, что для вас. На второй точке в центре города, возле магазина «Вояж» спрос был не так велик. Многие просто не знали о новой площадке. Тем не менее, местные жители рады, что теперь здесь можно купить свежий товар от производителя. Покупают наборы для рагу, фарш, курочек, корочка, бедра. В основном это и берут, чтобы подешевле. Для бабушек, для пенсионеров. Ассортимент, в общем-то, невелик. Можно было побольше машины. По ценам, ну, вы знаете, это у кого какой кошелек. Если у нас он маленький кошелек, так нам и дешево кажется дорого. А если есть кошелек, то вроде как в среднем, но нормально. Ярмарка охватила шесть площадок города. На привычных для тюменцев местах торговля тоже шла бойко. В следующий раз социальная ярмарка состоится в апреле. Светлана Зорина, Евгений Доценко. Тюменское время.